Шакра Молодой самым влиятельным вором в законе страны на сегодняшний день является Захарий Калашов, более известный по прозвищу Шакра Молодой. Он был назначен на должность лидера мафиозного клана после смерти деда Хасана. Его жизнь, как и любого другого криминального авторитета, наполнена многими событиями. Всего можно выделить 10 самых ярких фактов из биографии главного законника страны. Захарий Князевич Калашов появился на свет в Тбилиси 20 марта 1953 года. По национальности является езидом. Криминальный путь его был определен, когда он, будучи подростком, влился в компанию местной шпаны, и стал промышлять нелегальной деятельностью. С малых лет он полюбил жизнь по понятиям. В первый раз в местах лишения свободы оказался в возрасте 17 лет. После того, как был пойман на совершение кражи. Здесь он стал главным отрицалой и зачастую конфликтовал с администрацией исправительного учреждения. Этим он заставил обратить на себя внимание криминальных авторитетов и уже во время первой ходки был коронован вор и в законе. После первого освобождения молодой преступник продолжил заниматься кражами и грабежами в Грузии, за что вновь неоднократно угождал в тюрьму. Его криминальная деятельность отмечалась в 80-х годах и в России, где он также заслуженно отбывал наказание. В криминальном мире Захарий стал известен по прозвищу Шакры Молодой. На 90-е годы пришла опора рэкета и других нелегальных способов для заработка денег. Калашов здесь не оставался в стороне, он обосновался в Москве, где обосновал свой криминальный клан. Несмотря на юный возраст, к этому времени он уже стал настолько влиятельным, что к нему мнению стали прислушиваться многие уважаемые воры в законе. При этом, он всегда занимался только своим делом, старался ни с кем не конфликтовать и никогда не лез в разборки, которые происходили между другими мафиозными кланами. В конце 90-х годов он переехал жить в Испанию, где основал успешный бизнес. Бытует мнение, что основой вложения для этого стали те деньги, которые он добыл нелегальным способом в России. Дело у него здесь пошли в гору и за 5 лет его влиятельность заметно расширилась. Вскоре это не понравилось местным правоохранительным органам, которые уже начали охоту на вора в законе. В страхе оказаться за решеткой он на какое-то время переехал жить в ОАЭ. Избежать наказания все-таки не удалось. 1 июля 2006 года испанский суд вынес приговор о лишении свободы Калашова сроком на 7,5 лет. Кроме того, дополнительно ему был назначен штраф в размере 20 миллионов евро. Позже дело по отмыванию денег было пересмотрено, и срок был увеличен до 9 лет. На свободу Шакра Молодой вышел 29 октября 2014 года. К тому моменту он имел двойное гражданство и он мог вернуться в Грузию или Россию. Первый вариант для него не подошел, так как здесь он мог тут же попасть в исправительную колонию на 18 лет за похищение человека. Поэтому он благополучно обосновался в России. После смерти деда Хасан он стал единственной кандидатурой, которая могла бы занять место лидера среди воровских кланов. Первое, что он сделал, раскороновал законников, которые, по его мнению, получили статус незаслуженно. В марте 2018 года Захарий Калашов был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за факт вымогательства денег. Также ему был назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Отбывать наказание он отправился в исправительную колонию Краснодарского края. В сентябре 2019 года появилась новость об исчезновении 14 томов уголовного дела Шакры Молодого. Как оказалось, документы были переданы на рассмотрение в судебную инстанцию Таганского района, после чего бесследно исчезли, сейчас прокуратура города Москвы ведет процесс по их восстановлению. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok